Доброго дня! Компания «АвтоСтронг-М» и портал Тутбай замутили просто нереальный проект. Итак, встречаем и бит, и крошен! Цель данного проекта – восстановление вот этой вот малышки запчастями компании «АвтоСтронг-М» и показать, что владение E39 сегодня может быть не таким затратным. А потом мы пройдем на ней техосмотр. Итак, 523 BMW 1999 года с официальным пробегом 302 тысячи километров. Что мы имеем? Запотевшие от старости фары, колеса, олдскул, ну и соответственно очень много косяков по кузову. Так как у нас BMW старая, она ржавая. Ржавая везде, по кругу, то есть крылья, двери, крышка багажника и капот. Характерной особенностью BMW этих лет является ржавчина на кромках дверей. И у нас пострадали все четыре двери. С крышкой багажника на первый взгляд все пучком, пока мы не заглянем в потаенные места. То есть раз, два и еще бонусом колхозный спойлер. Колхозные пороги, колхозные юбки и, как вишенка на торте, колхозный фаркоп. Если мы снимем лобовое стекло, то увидим боль. Там будет все ржавое. А теперь посмотрим, что у нас внутри. Здесь не все так плохо, только грязно. Из основных доработок, которые мы сделаем, это кожаный салон, черный потолок и М-руль. А там посмотрим. Будем жарить, но не сейчас. И вот мы за рулем легендарной машины конца 90-х, начала 2000-х, бэх и пятерки. Кстати, в BMW сидят вот именно так. Когда она вышла, все обалдели. Потому что в ней было не только много спорта, но и был комфорт и респектабельность. Поэтому ее покупали не только четкие пацаны, но и очень важные дяди. Своему первому владельцу эта машина дарила очень много эмоций. В 2018 году она тоже дарит эмоции острые. То есть эмоционально понимаешь, что сейчас здесь что-нибудь отвалится. Острота руля, она в принципе отсутствует. То есть вот мы едем прямо и вот такой люк мы наблюдаем. И даже несмотря на то, что мы предполагаем, что подвески здесь практически нет. То есть здесь изношены шаровые рычаги и наконечники. Это все слышно и все это чувствуется. Но интуитивно понимаешь, что в компании BMW сделали эту машину настолько комфортной, чтобы мы просто не замечали вот этих дефектов. Мчать никуда не хочется. Хочется ехать вместе с потоком, потому что на сегодня наша максимальная скорость составляет 40 километров в час. И это довольно экстремально. Как можно было довести машину до такого состояния? Но хорошо, что ничего не отвалилось. И чтобы понять весь масштаб наших дальнейших действий, мы сейчас едем на станцию диагностики, там, где проходит техосмотр. Я еще никогда так не волновался. Это что? Люктура блевого. Не должен быть. Там вроде все хорошо. Мы включили фары, а я боюсь, что сейчас может сесть аккумулятор. Почти на пятый класс. Где-то подклинивает одно из колеток. И вот мы ожидаем результаты проверки нашего автомобиля и очень волнуемся. Наличное перемещение деталей узлов несоответственно шаром. Так, отсутствие бамперов есть. Значительные повреждения краски есть. Сейчас еще раз пробежимся. Бампера есть. Отсутствие регистрационных знаков в предусмотренных конструкциях в местах. Тут есть, спереди нету бампера. Под лобовым. Под лобовым, да, но не по заводу. В BMW это по заводу, а по предусмотренной конструкции. Так мы прошли техосмотр? Вы его пройдете, но не с первого раза. В смысле не с первого раза? Итак, первые доработки не ждут. Гидроусилитель течет и воет, и надо как-то погасить его агонию. Фронт работы для начала понятен. Чтобы увидеть более полную картину, мы сейчас отправляемся на СТО, а потом на шопинг в компанию «АвтоСтронг». И вот, наконец, без приключений и, что самое главное, своим ходом мы прибыли на СТО, где будем восстанавливать и диагностировать наш автомобиль. А сейчас посмотрим, что скажет суровый специалист. Вот, видите, как вы ездили на ней, я не знаю, заметно, даже можно ей камеру не приносить, да, все будет видно. Шаровая тоже разбита. Наконечник разбит. Всякая стабилизатор. Есть люфт, вот он слышен, то есть она уже довольно-таки хорошо стучит. Стойка амортизатора в масле потекла. Пыльник рулевой рейки в масле. Ну, видно, здесь красное масло, это течет гидроусилителем. Поддон в масле. То есть пока все мы сделали верно и купили хороший автомобиль. Да, хороший, хороший. Саленблоки разбиты. Да, он уже трещин, они уставшие. То есть обязательно под замену? Да, это подлежит замене. Рулевая рейка у вас подтекает. Вот вы видите все в масле. И это нужно менять. Масло? Нет, рейку рулевую ремонтировать, либо менять. То есть по переду аут? По переду аут. Пыльник. Вот кожух пыльник. Вот. С этой стороны, в принципе, то же самое. От гнила. Состояние диска внутренняя сторона. Не соответствует положенному. Все. То есть по факту я задаюсь только одним вопросом, как мы вообще сюда доехали. И еще успели покататься. Да, как мы сюда доехали. Все правильно, как мы сюда доехали. Так, давайте пройдем, да, заднюю часть автомобиля. Чтобы более четко это все было видно. Так. Я думаю... Есть вопрос. По плавающему сфербоку. Вот, обратите внимание. Очень сильный люфт. Вот, влияет на развал. Резину может подъедать. Даже не может, а по-любому будет подъедать. Потому что мы очень хорошо плавали по дороге. Плавали, да. Здесь тоже самое. Ну вот, по звуку слышно, что уже... В нашей машине не только мог стукануть мотор, но и все остальное. Вот, тоже есть хороший люфт. И хороший стук. У нас в машине хороший люфт и хороший стук. Есть хоть что-то хорошее. Она вся должна стучать, если идти сзади. Потому что тут нормальные ушатали эту машину. Состояние тормозных дисков тоже плохое. Вот видно. Колодка прилегает с внутренней стороны. Очень плохо. Все, здесь точно такая же ситуация. То есть тормозов у нас практически нет. Ну, зачем нам тормоза на BMW? Ну да, тормоза придумали трусы. Состояние сельмлоков тоже плачевное. Они не порваны до конца. Но, по большому счету, они подлежат замене. Протекает редуктор. Вот, заметно видно. То есть, редуктор весь в масле полностью. Скорее всего, это будут сальники полуосей. Вот они выше расположены. С них все и начинается. И что, тут замена сальников только? Ну, редуктор, это нужно проехать на машине, посмотреть, имеется гул, не имеется. Но хороший редуктор имеется в компании «АвтоСтронг». Вот, редуктор можно либо поменять, либо что-то отремонтировать. Скорее всего, поменять. Потому что, ну, это будет накладно его ремонтировать. Вот еще, обратите внимание, масло попадает на подушку двигателя. То есть, со временем эта подушка выйдет из строя. Спать на ней нельзя будет? Спать на ней нельзя. Ни в коем случае. На такой подушке грех спать. И у нас не только резина подушки вышла из строя, но и, в принципе, и наша резина вышла из строя. То есть, у нас в машине вся резина вышла из строя. А сейчас я немного опущу машину. Эту машину уже опустила жизнь и прошлый хозяин. Вот, обратите внимание, пыльник порван амортизатора. У нас такая классная тачка, что она рвет. Нормально, пацаны, вы на бабки попали, поэтому... Но выход есть всегда. Вон дверь. Все это ремонтируется. Или через окно. Все делается, меняется. Ситуацию можно охарактеризовать прекрасным немецким словом Schrott. Либо белорусским Gatava. Мотором. Мотор хороший. Итого резюмируем. Машину, если честно, купили вы в плачевном состоянии. В данной ситуации эксплуатировать ее нельзя. Требуется ремонт, большой ремонт. Пройдемте. Мы дадим вам диагностическую карту. Мы напишем вам слово из трех букв. Все. Ну что, поехали за запчастями. Сейчас мы находимся в реальном гипермаркете автомобильных запчастей. Шесть ярусов, 80 тысяч номинований. Запчасти из Европы, Америки и Кореи приезжают именно сюда. И сейчас мы решим вопрос по рестайловой оптике для нашей дорестайловой BMW. Вопросы с рестайловой оптикой для нашей дорестайловой BMW мы уже решили, причем с легкостью. А самое важное на данном этапе – это детали подвески мы закажем с доставкой на СТО. Доставка от «АвтоСтронг» не заставила себя долго ждать. А сейчас мы начинаем разборочку, а потом и сборочку нашей подвески с запчастями компании «АвтоСтронг». Поехали! К сожалению, мы не можем восстановить подвеску полностью бэушными запчастями. Поэтому нам пришлось потратиться на новые, а именно на расходники. Мы купили стойки стабилизатора передней, стойки стабилизатора задней, отбойники, тормозные шланги, все колодки передней и задней колодки ручника, втулки стабилизатора, плавающие сайлентблоки, эксцентриковые болты и ремкомплект ручника. Итак, пару слов о BMW рычагах. Это рычаг с нашей машины, и он не оригинальный. Сайлентблоки должны быть тугими и целостными. Если же посмотрим на этот рычаг и на этот сайлентблок, то ни одного, ни второго свойства у него нет. По поводу шаровой опоры она должна быть тоже тугая и выдерживать вес рычага. Но мы видим, что она болтается, поэтому этот рычаг уходит в мусор. А вот этот был рычаг нам только что доставили из компании «АвтоСтронг». Как видим, выглядит он намного лучше. Он оригинальный. Здесь есть наклеечка, оригинальный номер и значок BMW. Визуально он выглядит просто отлично. Сейчас мы проверим сайлентблоки на целостность. Как мы видим, они тугие и выглядят абсолютно целостными и не изношенными. То же самое можно сказать и о шаровых рычагах. Они тугие и выдерживают вес этого рычага. Итак, мы ставим на переднюю подвеску все четыре рычага. Они все оригинальные. Что порадовало, это их стоимость. Цена одного рычага 20 рублей. Все удовольствие стоит 80 рублей. 80 рублей на рынке – это цена одного рычага сомнительной лицензией. То же самое можно сказать и о рычагах задней подвески. То есть новые они стоят по 250 долларов. БУ всего лишь 20 рублей. Эта груда алюминия оригинальная, с оригинальными сайлентблоками. Разумеется, она очень поможет в недорогом ремонте нашей машины. Это раздолбанные стойки с нашей машины. Их мы сразу выбрасываем. Вот эта стойка, которую нам доставили из компании «АвтоСтронг». Она стоит оригинальная всего 70 рублей. Сейчас мы сделаем небольшой апгрейд. Вот это пыльник, который мы просто устанавливаем на нашу бэушную стойку и стойка таким образом обновляется. И получается готовая оригинальная стойка с новым пыльником и отбойником. Стойка 70 рублей, пыльник и отбойник 21 рубль. Уже 3 часа ночи и чтобы снять редуктор нам пришлось снять полуосик, кардан, глушитель и приотпустить подрамник. Это тот самый редуктор, который был в наличии в компании «АвтоСтронг». И чтобы он служил верой и правдой и не засопливил, как старый, мы поменяем сальники, а потом установим его. Разница видна сразу. Вот стойка, снятая с нашей машины. Вот стойка из запчастей компании «АвтоСтронг». То есть мы видим, что вот такую глобальную проблему можно решить задешево. Мотор. Стоп. И вот мы дошли до тормозов. Естественно, мы будем ставить бэушные диски. Экономить так экономить. В компании «АвтоСтронг» диски пользуются большим спросом и в продажу попадают не абы какие диски. В продажу попадают диски с минимальным износом. Если мы посмотрим, то здесь нет бурта. Эти диски сняты с автомобилей, которые ездили по Европе. То есть эти диски реально нам послужат и сохранят бюджет. И самое приятное, что цена одного диска 20 рублей. Соответственно, все удовольствие стоит 80 рублей, а цена одного нового диска на рынке 100 рублей. Мы заменили колодки стояночного тормоза с ремкомплектом. Естественно, они у нас новые, а бэушные колодки, естественно, никто не ставит. И эти детали у нас идут в мусор. Ну что я хочу вам сказать. Мы наконец закончили. И чтобы понять, что произошло и насладиться этим моментом, мы едем на тест-драйв. Вы слышите это? Это тишина. То есть у нас ничего не гремит, нет никаких посторонних стуков. То есть что сейчас произошло? За абсолютно скудный бюджет и бэушными качественными запчастями мы полностью восстановили ходовую часть. И вот что очень интересно и что приятно. Наконец-то в машине появилась острота руля и управляемость. То есть на ней сейчас приятно ехать, приятно водить. Эти вопросы мы решили, но остался очень глобальный вопрос. Машина просто не хочет ехать. То есть, естественно, это уже вопрос не к подвеске, а к мотору. То есть если мы нажимаем газ, то практически ничего не происходит. И вот именно эту проблему мы будем решать во второй серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы сделали с этой BMW. И также смотрите наши прекрасные обзоры по разбору моторов и нашим советам по покупке бюджетных запчастей. Спасибо и с вами была компания «АвтоСтронг-М». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok